Здесь так же многолюдно, как 40, 30, 20 лет назад, когда за книгами стояли в огромных очередях. Старая добрая шишковка сегодня помолодела. Неузнаваемый интерьер, зоны отдыха, кафе, пункты самовыдачи книг, новая мебель и компьютеры. Это первый ремонт библиотеки почти за полвека. В 1972 году библиотека открылась. Это, пожалуй, было самое современное здание в городе Барнауле. Очень красиво было. Все по-другому, конечно. Все по-другому выглядело. На модернизацию первого этажа библиотеки было потрачено 12 миллионов рублей из краевого бюджета. Для ремонта, который шел около года, были приглашены строители из Рязани. Они специализируются именно на проектировании библиотечных пространств. Мы все время догоняем, потому что мы глухая провинция. А вот в данном случае мы шагнули вперед сразу на несколько уровней, что ли. Взял книжку, сел на диванчик, встретил хорошего знакомого, сел в кресло, поговорил. Необходимая информация, хороший интернет, правильные мониторы. Все очень удобно, все продумано. Книговорот в Шишковке появился впервые. Теперь можно забрать понравившуюся книгу домой или принести свою в дар библиотеке. Например, Александру Романенко приглянулись дети капитана Гранта. Председатель АКЗС сказал, что передаст книгу внучке. Она ее вернет. Хорошо, и возьмет потом другую. Да, и возьмет другую. Директор главной библиотеки края говорит, что сейчас студенты в основном предпочитают литературу в интернете. Но ничего плохого в этом не видят. Готовы ли вы сегодня потратить свое время для того, чтобы отстоять очереди? Кто-то привык стоять в очереди в магазинах сейчас, где-то еще. Очередь – это не признак хорошего, не признак качественного. И тем не менее, всего за прошлый год библиотеку посетило около 72 тысяч человек. Получается, примерно 200 человек каждый день приходят сюда, чтобы прикоснуться к уникальному фонду Шишковки. К слову, сегодня в ее коллекции находится около полутора миллионов печатных изданий. Ирина Корчагина, Андрей Печеркин. Наши новости. Продолжение следует...